Всем привет! Это Иван и это мой топ покупок из Китая. Дело просто в том, что сам решу, часто из Китая что-то заказываю и в принципе выработалось какие-то вещи, которые можно покупать, нормальные и все. Часто очень спрашивают, ссылки сразу говорю будут внизу на все, заходите и там уже нажимаете купить или там отложить в корзину, это дело уже ваше. Первое о чем пойдет речь это Вольфрам. Вольфрам ВЛ-20 ВЗ-8 я беру в Китае. Покупаю его там один раз на год, так вот пачек 5 и мне этого хватает разных толщин, разных диаметров и все остальное. Дело просто в том, что когда вы приходите в магазин покупать присадку, ой не присадку, а Вольфрам, в коробочке вот в этой синей сзади спереди прозрачной, они его тоже берут именно там, именно в Китае и как бы в магазине это не скрывают. Следующее, что хотел бы сказать, горелки. Я лично уже давно не пользуюсь горелками из Китая, вот, потому что, ну, сейчас чуть материальное положение чуть другое и, соответственно, я пользуюсь сейчас ЕСАБом или Бинзелом, вот, но горелки из Китая отработал очень много-много-много лет, такие как Суперфлекс горелки и все остальное, как бы очень удобно, есть девятки, есть на водяном охлаждении и все остальное. Они продаются нормально в магазине АСИМ, вот, ссылка на магазин будет в описании, ну, также через горелки перейдете, вы перейдете сразу в этот магазин, вот. Следующее, также насчет АСИМа, часто спрашивают насчет АСИМа и сопел больших, где купить, как бы, ребят, стекла и обычные, как бы, чашки большие, виговские, которые в последнее время заполонили интернет, вот, картинка их не вот здесь, у меня есть, я пользуюсь, на Титане часто пользуюсь большой чашкой этой, а также в магазине АСИМ, также ссылка на него будет в описании, покупайте, не проблема. Кстати, забыл сказать, то, что они есть как на девятую серию горелок, так и на двадцать шестую. Соответственно, что у нас больше всего интересует, это наборы сопел, как бы, сопла, линзы и все остальное, они есть как для девятых маленьких горелок, так же есть и для двадцать шестых. Это вещь, которую я вообще просто всегда беру в Китае, просто раз в год я его покупаю, приходит набор, я весь год им пользуюсь, 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 потом я его, короче, выбрасываю, покупаю себе новый, стоит он там тысячи две шуль, и просто вообще не парюсь, ребят, что у меня чего-то когда-то не хватает или чего-то сломанного, плюс к тому, там есть длинные сопла, ну вот, где-то подлезть, где-то залезть, они очень удобные, и как бы, я беру их там. Следующее, часто спрашиваем, что люди спрашивают, Иван, вот где-то купил пневмо, уши, ну, шлифовальную пневматическую машину с хвостовиком шестерка, она продается в Китае, ссылка также будет в описании, брал оттуда, пользуюсь, работает хорошо. И также фрезы на нее тоже будут по ссылочке в описании, заходите, покупайте, как бы. Есть маленькие, кто-то мне когда-то написал, Ивана, зачем ты, типа, много зубцовую фрезу используешь? Вот, я, если подготавливаю металл под сварку, то есть, снимаю верхний слой под сварку, ну, то есть, пропитанный вот этот вот весь, я пользую фрез, на которых много зубцов. Почему? Потому что они сразу сильно не закапываются в алюминию, то есть, вы не сделаете себе лишнюю работу, из-за того, что у вас пропилилась глубже. Вот, и использую, где мало перьев, для именно пропилов, фаска и всего остального, ссылочка также будет в описании на них. Следующее, о чем я хотел сказать, это вращатель. Вращатель ко мне пришел, вот он стоит, как бы, не проблема, могу показать, скоро будет видео по нему, но дело просто в том, что он ко мне сюда пришел, я начал писать первое видео, и случайно его зацепил, он у меня упал со стола, Иван же, вот, и раскалован магнит. Так, по факту, вещь очень удобная, в принципе, сейчас я вам его покажу. Вот такая вот штука, то есть, максимальный зажим здесь 76 труба изнутри, вот, но я думаю, можно попробовать и побольше вот этой частью зажать, крутится, в принципе, без проблем, здесь регулировка скорости, а реверс, зад, вперед, все эти переключения, включения, выключения, реверс и, соответственно, регулировка. Так же он наклоняется, ой, затянул, вот так же он наклоняется, ну, как бы, выставил. Вот, стоит он, честно говоря, немного, для людей, которые занимаются сварками круглых изделий, поймут о необходимости такой элемента. Я часто, честно говоря, пробовал уже им сваривать на трубке, на блочки, ершики, приваривал, зажимал сюда, и пока просто рукой проворачивал, но я понимаю, то, что когда моторчик придет, новый, я опять там уже заказал, это будет вещь просто незаменимая. Так же для сварки выхлопных труб, где-то пайпы, не пайпы, вы зажали, он у вас крутится, даже если у вас будет труба здесь гулять, ну, то есть она будет полный углом, вы поднимаете руку вместе с ней, опускаете и свариваете без проблем. Так же там всякие есть уголки, неуголки, все остальное, ребят, просто полазите по тому же магазину Асим и, как бы, купите, что вам нужно. В Асиме так же есть ручка, которая подает присадку, ну, чтобы не пальцем подавать, как нормальные гуру сварочки подают, а поначалу вам тяжело, когда там колесик крутишь и все, как бы, подается присадка. Они там тоже есть, просто оригинальный Исавуцкая в районе 3000 стоит, она там, что ли, рублей 800, что ли, стоит всего лишь. Так что поковыряйтесь и, как бы, без проблем заказывайте и все. Вот, я надеюсь, это было видео короткое, но полезное для всех, потому что часто очень просели. Вот, с вами был Иван, всем пока!